Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Доброе осеннее сентябрьское утро всем поклонникам лучшей лиги мира. В игру вступят Енисей и Урал. Ну вот, наконец, выходят у нас главные действующие лица на футбольное поле. Капитаны Александр Ломакин и Эрик Бигфалви ведут за собой своих одноклубников, но и судейская бригада во главе с Иваном Сараевым также на месте. Иван Сараев дает сигнал и поехали! Енисей с центра поля. Иван Сараев начинает через короткий пас. Мы видим начало довольно мощное от Енисея. Возможно, состав представить нет. Еще одна атака, удар Александра Ломакина. Он с правой ноги научился забивать. Мы это помним по прошлому туру. Алексей Мамину, который три сезона как раз-таки в набережных Челнах провел, прежде чем в Урал вернуться. Ой-ой-ой! Александр Ломакин. Четвертый гол в этом сезоне. Легенда. Енисея новый капитан, да, после ухода Егора Иванова. Ну и как сейчас направил мяч? Первый незаблокированный удар от Красноярцев. И сразу же, сразу же точность максимальная. Алексей Мамин как ни тянулся, выручить не смог. В первой лиге, наверное, поиграть пока не получится. Пока момент у ворот гостей. 2-0! Максим Савельев поймал свой момент, но ему много и не надо. Да, он просто подкараулит в момент. Ему не надо по всему полю бегать, как Секу лечет. Он может спокойненько с вами ждать и поймать его. 2-0! Классный удар головой. Смотрим мы за вот это, развитием этой атаки. Включение Масловского. Падение. Дальше удар от Ушатова. И мяч отскочил к Шипунову, который вот так. Хотел ли он так сыграть, или так получилось, не совсем понятно. Но судя по тому, как он смотрел в центр, и как изначально, да, была повернута. Но медлевую выду. И вроде бы с такой позиции добивай. Есть, опять же, вариант. И тот же, у того же Воронова было бы интересно посмотреть. Момент, между тем, у ворот гостей. И третий гол мог сейчас состояться. Заходил на удар Тимофей Шипунов, по-моему. И назад нужно отыграть на Алексея Мамин. Ой-ой-ой, и что Мамин исполняет? Чуканов первый на мяче будет. Угол острый. Чуканов выгрыз мяч. Пустые ворота. И штанга добить Савелев пытается, как не забил Енисей. И выбил Мамин этот мяч на угловой. Спас, по-моему. Так, слушай, это был Бардачев. Судя по всему, успел. И выбил мяч здесь. Заблокировал добивание от Савельева. Но вот такой момент мог крайне курьезный гол состояться. Штрафной мяч. Ломакин под левую. Укладывает всех тут спать. Назад передача Мазурин. И тоже не бьет. Бьет в итоге Масловский и забивает. Вот одна из самых длинных, наверное, голевых комбинаций. Этого сезона Александр Масловский. Без его гола тоже сегодня не обошлось. Первый мяч в сезоне. И седьмой. За красноярскую команду. Это уже Ушатов. Это не Мазурин. Это Ушатов. Центр канет. И вот под удар Ломакин. Опять неспешная комбинация. Да, вроде бы несколько передач назад. Такой убаюкивающий темп. Но все равно эта атака завершается. Непосредственно вратарской работы у Шамова совсем немного сегодня. Но вот, может быть, выручать придется Ионов. И это Шамов. Действительно, в ближнем бою хорош. Второй темп. Ионов перевод. Моментов у нефтехимика тогда было больше. Удар. Неплохой от Железного. Но находится. Такие эпизоды. Когда Урал что-то интересное демонстрирует. Две команды, которые еще в 90-е, доборолись за самые высокие места в российском высшем дивизионе. Хороший выход у Урала сейчас. И Железнов в перекладину попадает. Шамов показывает, что не касался мяча. Историческая первая победа Енисея над Уралом в официальных матчах с 11-й попытки. За 29 последних лет впервые. Впервые Енисей сильнее Урала.